Айт-намаз В честь юбилея Кажи, известного деятеля Хунанбая Уськембайлу, в Абайском районе прошли масштабные мероприятия. Укрепление межрегионального сотрудничества. Подписан меморандум о сотрудничестве между масляхатами города Алматы и области Абай. Начался один из главных праздников мусульман Курбан Айт. В воскресенье жители города семей, собравшись в центральной мечети, прочитали Айт-намаз и пожелали всем гражданам счастья. Подробнее в сюжете. Первый день Курбан Айта в мечетях читался Айт-намаз. Собравшиеся, поздравили друг друга и выразили добрые пожелания. В центральной мечети Айт-намаз также собрал толпу народа. Сегодня мы празднуем Курбан Айт, праздник, который существует уже много веков в нашей религии и традициях. Пользуясь случаем, от всей души поздравляем всех мусульман, в том числе и жителей области Абай и города семей, с этим священным праздником. Этот праздник на самом деле священный и благословленный. Пусть в каждом доме будет счастье и благополучие. На праздник Курбан Айт сложилась традиция ходить друг к другу в гости. В эти дни люди готовят щельпеки, баурсаки и другие национальные блюда. Курбан Айт – это праздник добра, объединяющий нашу религию и традиции. У жителей региона, собравшихся в мечети одни и те же намерения, мирная жизнь и достаток в нашей стране, благополучие и единство. Только там, где есть сплоченность и солидарность, возможно развитие вперед. Поздравляю всех мусульман с праздником Курбан Айт. Желаю всем крепкого здоровья и счастья. Пусть будущее поколение растет нам на радость, а наше государство процветает. Со священным праздником Курбан Айт. Пусть Всевышний пошлет нам всем здоровья, а нашему государству мир. Желаю всем семьям счастья и детям здоровья. Пусть наши молитвы будут приняты. Ассаламу алейкум, Казахстан. Привет из Пакистана. Желаю вам всем всего наилучшего. Пусть Аллах дарует всем нам радость. Обряд жертвоприношения – один из основных обрядов, совершаемых на Курбан Айт. Жертвоприношение также имеет несколько условий. Во-первых, можно забивать любой скот, кроме лошади. А во-вторых, желательно, чтобы у животного не были порезаны уши и не были сломаны рога. Раздача мяса жертвенного скота нуждающимся близким родственникам и соседям – это большая награда. После жертвоприношения шариат предоставляет свободу в решении, кому даровать жертвенное мясо. В хадисах говорится, что пророк оставлял одну треть жертвенного мяса себе, одну треть передавал бедным, а другую треть раздавал. Праздник Курбан Айт – священный праздник, который стал не только для мусульман, но и для всего мира предвестником милосердия, временем, когда люди оказывают помощь и поддержку друг другу. Ассалайдар Султанжуламанов, Анатолий Тернов, Телеканал Семей. В честь 220-летия со дня рождения Кнанбая Уськембайлы, отца великого Абая, Хаже, известного как гений Великой Степи, в селе Хараул Абайского района состоялся большой праздник. По инициативе общественности и при поддержке предпринимателей в селе Хараул построили мечеть Кнанбай-Хаже, а также возвели архитектурный памятник. Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего. Задача сегодняшнего поколения как раз таки состоит в том, чтобы анализировать прошлое и знать о заслугах своих предков. 220-летие исторического деятеля Кнанбая Уськембайлы с размахом отметили в селе Хараула Байского района. Мероприятие по случаю юбилея выдающегося общественного деятеля посетили более 10 тысяч человек. Прошел гала-концерт, соревнования по национальным видам спорта, театрализованные представления и республиканский конкурс художественной самодеятельности. Дорогие земляки, Абай говорил, что если народ будет сплоченным, то и страна будет меняться в лучшую сторону. Кнанбая Уськембайулы говорит о том, что нужно быть справедливым и сохранять сплоченность. Так давайте придерживаться их советов и прикладывать усилия, чтобы развивать нашу страну. Сегодняшнее мероприятие показывает, как мы уважаем Кнанбая Уськембайулы. В Харауле было установлено несколько юрт. Идюминкой этого мероприятия стало то, что 500 детей поучаствовали в древней традиции Ашамай и вошли в книгу рекордов Кинеса. Кроме того, для победителей подготовили призовой фонд. В свое время не все деятели получили должное почтение. Один из тех, кто мечтал о независимой стране – Кнанбая Уськембайулы. Жители района пришли на праздник с большим энтузиазмом. 220-летие Кнанбая Уськембайулы стало праздником единства. Праздник проходит хорошо. Организация на высшем уровне. Выражаю огромную благодарность Акиму району и гражданам, которые приложили усилия для проведения этого мероприятия. Будет хорошо, если такие праздники будут проводить чаще. Поздравляю всех с таким праздником. Всем желаю здоровья и мира. Пусть наши дети растут нам на радость. Сегодняшнее мероприятие нас порадовало. Для нас подготовили интересную программу. Мы преклоняем головы перед духами наших предков. В ходе мероприятия были организованы соревнования по девяти видам национального спорта. Среди них – Хазак Курисы, Ахандар Мышайрасы, Аламам Байге и другие. На Мышайра в селе Харуул собрались талантливые поэты. Они читали стихи, посвященные Кнанбаю, и получали овации. Также в республиканских соревнованиях приняли участие наездники из нескольких областей страны. У меня остались хорошие впечатления. Это большое мероприятие, в котором я с удовольствием принял участие. У меня было хорошее расположение духа и отличный настрой. Несмотря на погоду, все лошади благополучно добежали до финиша. Это для нас главное. К тому же мы пришли первыми. Имя Кунанбай до сих пор упоминается в разных регионах страны. Мероприятие, посвященное чествованию великого деятеля, завершилось праздничным концертом с участием местных артистов и звезд эстрады. В рамках укрепления межрегионального сотрудничества и обмена опытом состоялась встреча Акима области Абая Нурлана Уранхаева с депутатами Маслихата города Алматы. Дустороннее сотрудничество с городом республиканского значения будет большим опытом для представителей власти нашей области. На встрече Акима области Нурлан Уранхаев рассказал о достижениях региона за два года с момента его создания, отметив историческое значение города семей. Особое внимание было уделено развитию инфраструктуры, образованию и здравоохранению, а также привлечению инвестиций для устойчивого экономического роста области. Глава региона также выразил надежду на успешное сотрудничество. Я думаю, что нашим коллегам есть чему у вас поучиться. Обмен опытом не помешает, ведь мы все ставим в пример и гордимся Алматы. Поэтому я считаю, что все будет хорошо. В ходе мероприятия руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абая Рустем Ворошилов представил отчет о проделанной работе и рассказал о крупных предприятиях региона. В целом, важно отметить, что область Абая – одна из самых молодых областей с административным центром города и семей. Мы граничим на сегодняшний день с Россией, северной, на севере и Китая, на юго-востоке. В регионе исторически раз это было называющее промышленность. Общий объем производства, который достиг свыше полутора миллиардов долларов США в 23-м году. Представители Маслихата города Алматы, в свою очередь, выразили благодарность за теплый прием и поделились своими впечатлениями о городе семей. Мы очень хотели посетить область Абай. Мы очень рады с вами встретиться сегодня. Я считаю, что сотрудничество с вами – это благое дело. Я, как уроженец этой области, очень рад нашему сотрудничеству. Пусть наша дружба будет крепкой. В ходе встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между Маслихатами города Алматы и области Абай. Этот документ направлен на обмен опытом укрепления взаимопонимания, усиление эффективности работы Маслихатов и повышение профессионализма граждан при представлении их интересов, а также реализацию совместных проектов в будущем. Заключение данного меморандума открывает новые возможности для сотрудничества и развития, что будет способствовать повышению качества жизни населения обоих регионов. В стране не хватает специалистов дорожной отрасли. Специалисты филиала национальной компании «Каза Автожол» в области Абай создают студентам города, обучающимся по дорожной специальности, условия для прохождения производственной практики. Сочетание учебной и производственной практики будет способствовать подготовке квалифицированных специалистов. Это цех по изготовлению дорожных знаков. Изготовленные здесь конструкции устанавливают на дорогах республиканского значения нашей области. Студенты, которые проходят производственную практику на этом предприятии, в ближайший месяц освоят тонкости создания дорожных знаков. А это незаменимая возможность совмещать теоретические знания и практику. Мы учимся делать дорожные знаки на предприятиях ДЭУ-25. Я пройду здесь практику, научусь изготавливать дорожные знаки и стану квалифицированным специалистом. В будущем хочу работать по своей специальности. Я учусь правильно разрезать железные материалы, делать такие знаки, как «Уступи дорогу, главная дорога». Надеюсь, что в будущем смогу всему научиться и привыкнуть к работе. Практика у нас будет проходить в течение месяца. Здесь нам все рассказывают и показывают. Ежегодно в нашей области обновляются около полутора тысяч дорожных знаков. Из-за большого количества работы перед специалистами стоит важная задача. Однако квалифицированных кадров в этой отрасли не хватает. Мастер цеха говорит, что молодежь по образу не приходит. Поэтому он советует освоить востребованную профессию. Вообще на эту профессию обучаются немного ребят, а ведь в будущем она пригодится. Мы учим студентов. Сейчас показали им, как нарезать железо. Правильно его сгибать, как наклеить пленку, чтобы под ней не оставался воздух. В целом в дорожно-строительной отрасли страны трудятся более 200 тысяч человек. Однако дефицит кадров все-таки наблюдается. В сферу автомобильного, водного, воздушного и железнодорожного транспорта требуется более 10 тысяч квалифицированных специалистов. Чтобы обеспечить отрасль хорошими кадрами, в текущем году высшим учебным заведением страны обучающим дорожным специальностям выделено 1 тысяча грантов. В этом году Алтенбельга получили 7 420 выпускников. Об этом сообщили в Министерстве просвещения. В текущем году 11 классов закончили 186 тысяч человек. Из них 7 420 выпускников стали обладателями Алтенбельга. 13 727 человек получили аттестаты с отличием об основном среднем образовании. 219 детей, которые пришли на ЕНТ со шпаргалками и телефонами, были лишены возможности пройти тестирование. С начала основного тестирования экзамен сдали 164 тысячи выпускников. 74% абитуриентов сдали ЕНТ на казахском языке, 26% на русском и 115 человек прошли тестирование на английском языке. Пороговый балл набрали 76% абитуриентов, средний балл 68%, а максимальный 138%. 266 выпускников набрали более 130 баллов. В Государственном историко-культурном и литературно-мемориальном музее-заповеднике Абая Жидебай-Буреле состоялась презентация альбома книги под названием «Шакари» академика Национальной академии наук, доктора медицинских наук, профессора, члена Союзов художников Казахстана Макаша Танаштхпаулла Алякпарова. Многие серии картин Макаша Алякпаров посвятил Шакариму. Специально для этого автор занялся исследованием жизни и творчества Шакарима Худайбердолла. Очередное произведение художника также посвящено жизненному пути поэта, мыслителя Шакарима Худайбердолла. Наследие поэта, приводносящего такие качества, как честный труд, безупречный ум, чистое сердце, особо почитаются в искусстве. Альбом книга написана о великом Шакариме. Начиная с 1975 года, вот уже 48 лет я пишу книги и картины на тему Абая и Шакарима. Сегодня состоялась презентация книги. Эта книга посвящена молодежи. Я хочу, чтобы они больше читали, ведь сейчас время немного другое. Персональные выставки талантливого художника Макаша Танаштхпаулла организованы в Семее и Караганде, Алматы, Москве и в городе Милан, Италия. Его картины были выставлены в ряде галерей нашей страны. Я знаком с Макашем Танаштхпауллу очень давно. Картины, посвященные Шакариму, анализируются с философской точки зрения. В искусстве масляная живопись – это одна из самых сложных техник. Отрадно, что он не бросил искусство. Были времена, когда я тоже пел и сочинял стихи. Но, конечно, я забросил. Несмотря на то, что он не имеет профессиональных знаний в области рисования, у него есть свои творческие методы и приемы, которые могут быть примером для многих. А мир великих Абая и Шакарима стал главной темой художника. Работы Макаша Алиакпарова вы можете увидеть в выставочном зале музея Абая. С 10 по 16 июня прошла первая казахстанская геологическая универсиада Садпаев в честь 125-летнего юбилея академика Ханыша Садпаева. В соревнованиях приняли участие 8 команд, состоящих из студентов различных учебных заведений. В том числе команда «Азимут» города Семей, которая одержала победу с разрывом всего в один балл. Универсиада была организована на Харатауском полигоне Казахского национального исследовательского технического университета имени Ханыша Садпаева. Соревнования включали различные конкурсные этапы, такие как установка палаточного лагеря, полевые маршруты, отбор каменного материала, нанесение точек наблюдения и отбора проб НАТО по основу, камеральная обработка данных, составление геологической карты, защита материалов и интеллектуальная игра. Это была первая универсиада среди студентов по подготовке направления геологии, геологической съемки, поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. Идеей было объединить вот эти все учебные заведения, обмен опытом и, возможно, выход на международный уровень. В каждой команде был руководитель один и пять студентов. Все они участвовали во всех соревнованиях, то есть это преимущественно была командная работа. Подготовка к универсиаде прошла хорошо. Мы готовились около одного месяца, повторяли пройденные темы, постарались освежить память и вспомнить все, что мы проходили. В целом соревнования прошли очень интересно. Мы исследовали полигон Каратау, познакомились с различными древними полезными ископаемыми, с их структурой, а также было много новых приятных знакомств. Состоялся четвертый матч финальной серии чемпионата Казахстана по футзалу между футзальными клубами семей и Кайрат. Матч завершился победой местной команды со счетом 5-4. Аким области Абай Нурлан Уранхаев поздравил команду семей с победой в чемпионате Казахстана. Это исторический момент для нашей области. В первый год своего существования клуб достиг невероятных высот, став чемпионом страны. Поздравляю команду с заслуженной победой. Благодаря упорству и стараниям на протяжении целого сезона был получен достойный результат. Это, несомненно, вызывает гордость для жителей всей области, сказал Нурлан Уранхаев. Отметим, что теперь команда семей намерена достойно представлять страну в Лиге чемпионов УЕФА в грядущем сезоне. Клуб продолжает развиваться и привлекать новых талантливых игроков. Ну а это были все новости к этому часу. С вами была Маляка Мухтарова. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok